В эфире Актуальная тема. В студии работает Наталья Домбаева. Здравствуйте! Накануне Бурятию посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев и первый вице-премьер Игорь Шувалов. И обсудить визит высокопоставленных чиновников мы пригласили зампреда правительства Бурятии по экономическому развитию Александра Чепика. Александр Евгеньевич, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, посетили нас чиновники накануне. Все-таки какова была цель их приезда и как можно подытожить визит чиновников? Основная задача, которую они ставили перед собой, это показать, как выполнено поручение Путина Владимира Владимировича в отношении создания некого продукта, которому мог бы помочь малому и, на самом деле, начинающему предпринимателю создать собственный бизнес. С тем, чтобы уйти от контроля и влияния чиновников, получить все налоговые льготы и все преференции и субсидии без участия любого человека, помочь ему подготовить все документы для регистрации и помочь получить ему финансирование в банке. То есть, фактически, этот продукт позволяет детально и полно любому человеку с самого начинающего уровня владения компьютером сесть и при подготовке бизнес-плана самому себе, во-первых, понять, насколько он сам способен реализовать свой инвестиционный проект, где этот проект будет и можно реализовать, какие направления возможны реализации, какие сферы он сам считает себя более профессиональным. И вот этот продукт позволяет ему самому определиться, где ему будет комфортнее реализовывать свой инвестиционный проект. С одной стороны, с другой стороны, автоматически после этого заполняется бизнес-план, который является прямо его точкой зрения. Этот бизнес-план принимает 50 ведущих банков Российской Федерации, и фактически никто не имеет права отказать предпринимателю в получении кредита. И самое главное, там есть ряд приоритетных направлений для правительства России, которые были определены приоритетными. И если человек заявляется по этим проектам, он автоматически получает все меры поддержки. Налоговые льготы, федеральные, региональные, автоматически, налоговые преференции, получает субсидии в качестве поддержки федерального и регионального уровня автоматически. И тут никто не может повлиять на это решение. Он сам принимает решение, в каком месте ему удобнее реализовать свой инвестиционный проект, какие особенности его бизнес-плана, какой объем его. И автоматически он, проходя свои идеи, показывает, заполняет в этом продукте, отвечая на эти вопросы, автоматически заполняется этот бизнес-план. То есть он сам для себя понимает, способен и готов ли он его реализовать, и получает все меры государственной поддержки, и автоматически получает финансирование банка. И ни один чиновник, ни человека, работающий в банке, ни чиновник, не может повлиять на его решение. — Накануне также Дмитрий Медведев встретился с бизнес-общественностью Бурятии. И все мы знаем, что пару лет предприниматели у нас жалуются на такое, можно сказать, давление со стороны фискальных органов. Скажите, какова сегодня позиция правительства в этой ситуации, и какие, может быть, действия вы предпринимаете по урегулированию этого вопроса? — Ну, этот вопрос на встрече с Дмитрием Анатольевичем не задавался, и встреча была не с представителем бизнес-сообщества, только республики. Там были представители, если вы успели, ну, кто-то был, видел там, большинство вопросов задавалось представителям других регионов. Там практически вся Россия собралась для того, чтобы и по этому продукту вопросы задать, и услышать вопросы на какие-то, ответы на какие-то свои вопросы, которые для них они считают наиболее важные. Конечно, здорово, потому что ряду наших предпринимателей тоже далось задать вопросы по наиболее болезненным темам, которые их волнуют. Но они услышали полные разъемные ответы и отношения премьер-министра нашей страны к тому, как следует и как нужно поддерживать малое и среднее предпринимательство. Является, что именно они являются приоритетом для нашей страны. Крупный бизнес, он важен, но он более самостоятельный. А малый и средний бизнес, как более гибкий, как более растущий, в этом есть определенные перспективы развития страны. И это неоднократно подчеркивалось, об этом говорилось. Поэтому я как участник этой встречи могу сказать, что это здорово, что у нас на федеральном уровне так вот приоритеты выстроены. Что касается того вопроса, который вы задали, вопрос прозвучал неофициально. Просто когда Игорь Иванович Шевала вышел из помещения БГУ, журналисты прибежали и стали задать вопросы. Много наболевших вопросов и тем, которые у нас есть в республике, на федеральном уровне звучат. И один из вопросов касался в том числе тех событий, тех вопросов, которые задавали наши предприниматели, которые попали под налоговую проверку, связанную с НДС. Дело в том, что эта проблема не только у нас в регионе, это практически по всей стране. Изменилась методика проверки и методика работы даже с НДС, я бы так сказал, на федеральном уровне она изменилась. Поэтому это проблема для всей страны. И позиция главы республики Бурятия в отношении защиты наших предпринимателей звучала неоднократно. Поэтому просто коснусь немного того вопроса, как он звучит сейчас. Дело в том, что в том случае, если где-то в схеме от получения товара до выхода готовой продукции появляется фирма «Однодневка», и основная задача, которая как раз украсть НДС, каждый предприниматель, который в этой схеме задействован, с каждым персонально начинает работать налоговая служба и именно будет работать с точки зрения претензий. И многие наши предприниматели, которые… Я не могу сказать, у них ли в схеме эта фирма «Однодневка» или они покупали у нее, потому что тяжело сказать. Ну и тем более не мое мнение, это должны предпринимательные органы дать соответствующую оценку. И, конечно, основное будет решение суда. Поэтому я воздержусь от комментариев вот в этом плане. Я могу сказать, что я тоже знаю многие предприниматели наши, которые попали под это решение. Я никогда не поверю, что они пользуются какой-то новой оптимизацией с той точки зрения, что для них это просто нелогично. Что человек, вложивший сотни миллионов рублей, не будет рисковать своим бизнес-проектом. То есть он вложил деньги, он вложил свой труд, он подготовил кадры. То есть он прошел целый огромный бизнес-цикл, и который стоит… Копитализация этого бизнеса совершенно другая, чем те претензии, которые предъявляет ему налоговая. Но в реальном масштабе цен те претензии, которые предъявляет налоговая, фактически должны привести к банкротству этого предприятия. И это нелогично. Мы говорим, что не может предприниматель ради того, чтобы заработать 10 миллионов рублей, рисковать проектом, который стоит 200 миллионов. Просто же, понимаете, нелогично. И, конечно, наверное, он найдет эти 10 миллионов. Вопрос другой. Не он эти деньги украл. Это не его проблема. Здесь надо заниматься. Может быть, я говорю о том, что даже в любом случае сам завод и само предприятие подсадать не должно. Если вы считаете, что украл предприниматель, возбуждайте уголовное дело в отношении него. Занимайтесь, поймите, кто украл эти деньги. Но почему, если мы идем по цепочке, виноваты то предприятие, тот инвестор, который никуда не убегает, который открыто находится в публичном плане, а те фирмы на днефть, которые появились и умерли, им никто не занимается. И налоговая приходит к нему, предъявляет претензии именно к нему. И поэтому получается так, что мы не занимаемся самой схемой, мы начинаем добивать тех предпринимателей, которые работают и стараются работать открыто. И вот здесь у нас точка зрения, ну, наверное, лично моя, не как зампреда по экономике, потому что в любом случае здесь надо руководиться только законом. А как человека, я говорю, ну, нелогично. Должна быть, наверное, где-то система дает сбой. Если мы на этом плане, да, наверное, мы идем от фирмы на дне бок, мы, наверное, жестко идем от всех налоговых схем, мы будем более требовательны с точки зрения предпринимателей к тем контрагентам, с которыми мы работаем. И это, наверное, правильно. Но просто это решение было внезапным, об этом никто не говорил, и время назад все это насчитали, и они, может быть, недостаточно были внимательны к этим контрагентам, и фактически они пострадали. А для нас, для всех, эти все предприятия создавались при поддержке правительства. У нас везде там и бюджетная копейка есть, которую мы туда вложили, и рабочие места, которые мы боимся потерять, наверное, не меньше, а больше, чем сам предприниматель. Для нас это очень важно. Поэтому, конечно, мы внимательно следим, и мы всегда вот в этой ситуации будем на стороне предпринимателей. По вашему мнению, все-таки присутствует ли сегодня давление со стороны налоговых органов? Я бы не стал говорить, что давление со стороны налоговых органов есть, потому что два года назад налоговые органы и многие контролирующие органы федерального уровня перешли на риск-ориентированный подход. Предприниматели, к сожалению, это не заметили, но могу сказать, что такое риск-ориентированный подход. Это значит, что если есть определенная логика действий, там нет человеческого фактора вообще, там все решения принимает компьютер. Если у человека налоговая нагрузка ниже, чем в среднем по отрасли, если есть к нему замечания с точки зрения оборотов, которые он проводит, и с точки зрения налогов, которые он уплачивает, ну, там есть еще ряд факторов, которые у них там есть при принятии решений, он попадает в налоговую проверку. Налоговую проверку проводят сначала камеральную проверку, не выходя, не тревожая предпринимателя, просто требуя документы от него и пытаясь про их анализировать. И в том случае, если они уже в рамках камеральной проверки нашли какие-то замечания, они выходят уже к нему на предприятие и проводят тотальную, полную проверку того налогового периода, который их заинтересовал. И это подход не только у налоговых, у всех органов. И у нас, к сожалению, это одна из проблем, и глава дал мне поручение с этим вопросом разобраться, наверное. Я не знаю, даже у меня нет вырубанного подхода, не знаю, как с этим бороться. Пока мы думаем, посмотрим, как на опыт других регионов сейчас поанализируем, посмотрим, как с этим борются в других регионах. А в чем проблема? С точки зрения плановых проверок, количество проверок снизилось на 20%. В этом году? Это каждый год у нас, это уже и на 2015, и на 2016 год, они с согласованной прокуратурой, количество проверок, общее количество проверок снизилось, плановых проверок. Но внеплановые проверки выросли, и общее количество проверок у нас выросло на 20% по сравнению с тем, когда мы этим вопросом вроде бы не занимались. Поэтому логика такая, что вроде бы количество проверок должно было снизиться, но внеплановыми проверками, жалобами некоторых людей на работу предпринимателей, количество проверок значительно увеличилось. И, конечно, я могу так сказать, где-то по-другому как давление на бизнес, нет, нельзя расценивать. Конечно, контролирующие органы нашли способ провести проверки и пошли. У них есть люди, которые получают зарплату, они хотят быть нужными обществу, и они ничего не находят лучше, как выйти на проверки и начинать работать, контролировать наших предпринимателей. А предприниматели, конечно, как оно, они куда им еще жаловаться? Они же не могут жаловаться налоговым, у них же дальше суд, налоговый у нас работает четко по закону, ясно, что там предприниматели проиграют. Поэтому они всегда начинают апеллировать к правительству и к обществу, уходя на паблику, на все свои проблемы. А по поводу экономических сотрудничеств Бурятии с другими субъектами. Известно, что этим летом у вас стояла встреча с китайскими инвесторами. Скажите, зачем приехали к нам представители Поднебесной и каков итог их визита? К чему пришли и о чем договорились? Ну, я могу так сказать, у меня в неделю количество встреч с инвесторами, которые заинтересованы в реализации каких-то инвестиционных проектов на территории нашей республики, наверное, 15-20 проектов каждую неделю, встреч таких проходит у нас. Не все из них получают дальнейшее продолжение в виде подписания некоего соглашения. А из тех, кто подписал с нами соглашение, из них примерно процентов 30 или 40 только с теми, с кем мы реально реализуем проекты. По какой причине так происходит? Почему не со всеми удается... Мне тяжело сказать, наверное, огульно, по всем причинам тяжело. Но мы анализировали, встречались, общались, мир меняется очень быстро. И то, что, например, цены на мировом рынке изменились, интерес пропал, упали, появляется интерес, поднялись, интерес появился, вот это влияние. Потом есть определенная ситуация с рублем. То есть, рубль же очень активно сейчас колеблется у нас, и поэтому они смотрят на динамику. Как только рубль стал дешевле, все интересно вкладываться. Рубль подорожал, все вкладываться неинтересно. Но, тем не менее, вот сейчас со стороны китайских инвесторов, монгольских инвесторов, ну, отчасти европейских инвесторов, есть определенный интерес. И я могу так сказать, наверное, процентов 80 всех инвесторов, кто к нам приезжает, с кем я встречаюсь, это инвесторы из Китая. По тем проектам, которые им наиболее их интересуют, это, наверное, на первом плане, я бы сказал, сейчас туризм. И они, у нас 15 компаний сейчас рассматриваются как инвесторы в особую экономическую зону. Три инвестора реализуют свои проекты вне экономической зоны, мы помогли им приблизить землю, помочь с коммуникациями. Она просто начинает строительство своих инвестиционных проектов на территории, ну, как правило, на побережье озера Байкал эти проекты у нас реализуются. Три инвестора у нас, вот сейчас заявку мы подали в аэропортовой зоне, это инвесторы, которые заинтересованы в развитии логистики, в первую очередь с нашим аэропортом. Два соглашения, это у нас в Кяхте, это особая территория нашего приграничного кластера, в Кяхте то, что мы реализуем. И вот здесь тоже интересные, такие серьезные, интересные инвесторы пришли с поддержкой государства, вот именно со стороны Китая, что говорит о том, что, скорее всего, дорога, и железная дорога, и автомобильная дорога с Китаем в ближайшие, я думаю, в ближайшие годы, думаю, 2-3 года получат стимул для развития. То есть, если эти люди пошли, и за ними стоят понятные структуры правительства Китая, говорит о том, что принципиальное решение о том, что эти проекты будут реализованы, оно уже есть. Потому что, вы знаете, бизнес всегда знает чуть-чуть больше, чем государственные чиновники. Они уже понимают, куда ветер дует, и начинают бежать впереди, и чтобы уже, когда будет принято решение, они уже построят то, что им надо для того, чтобы спокойно помочь проекты свои реализовать. Ну и на третьем плане, это вот инвесторы из Китая, которые ищут различные проекты в сельском хозяйстве. Это теплицы, 2 соглашения у нас подписаны, и строительство зенокомплекса. Помимо Китая, какие еще субъекты или страны активно себя проявляют и хотят зайти к нам в республику? — Монголия, и Германия, и Корея. И вот сейчас в последнее время у нас две компании с Японией тоже заинтересовались, мы с ними обсуждаем. Но они, наверное, даже больше не как инвесторы, потому что японцы всегда очень осторожны. Они пока как операторы туристического бизнеса заинтересованы заходить к нам. — Еще один вопрос, Александр Евгеньевич, известно, что, по-моему, весной или в начале июня вы проходили учебу в Сколково. Скажите, пожалуйста, чему вы там научились и что можно сейчас реализовать у нас в республике? Точнее, эти знания приложить на нашу республику. — Я бы даже не так сказал, что сама учеба в Сколково, она, во-первых, проходит каждый месяц на 4-5 дней, еду в Москву в Сколково на учебу. Учеба у нас длится с 7 утра до 10 часов вечера, каждый день, достаточно интенсивно. Основные вопросы, почему вообще поехал туда учиться, это основная задача, это подготовка поселка Селингинск для получения статуса территории приезжающего развития федерального. Это соответствующие налоговые льготы и налоговые преференции. Что у нас в поселке Селингинск должно быть реализовано? Это столица птицефабрики на 7,5 миллиардов рублей, и там сложная схема финансирования. У нас 1,5 миллиарда выделяет фонд развития Дальнего Востока, миллиард рублей это фонд развития моногородов, и 4,1 миллиарда это Россельхозбанк. Россельхозбанк подтвердил, точнее, кредитный комитет состоялось, фонды подтвердили свое желание профинансировать. Есть определенные отлагательные условия к нам, к правительству, это необходимость предоставления гарантий на миллиард рублей, и определенные отлагательные условия, которые должен сам для себя принять инвестор в виде покупки векселей, Россельхозбанк на сумму порядка полмиллиарда рублей. Достаточно серьезные, непростые условия, ну и процент финансирования, 16% годовых, это достаточно такая тяжелая схема финансовая. Вот, кстати, вот с Игорем Ивановичем мы тоже обсуждали, он обещал помочь, может быть, нам удастся как-то проект облегчить его решение. Но это 500, больше 500 новых рабочих мест в поселке Серенгинск. Это как об один из проектов. Второй проект, который там будет реализовываться, это проект дерево-древесно-угольного комбината. Вы знаете, что там две печи маленьких уже построены, с алюминическими уже контракт у них заключен. Сейчас одна задача, которая стоит, китайские инвесторы в том числе хотят зайти инвесторами в этот проект. Сейчас вопрос обсуждается их участие в этом проекте. То есть проект понятный, абсолютно реализуемый, хорошей рентабельностью, понятными рынками сбыта все эти проекты. Ну и два тепличных комплекса. По ним ситуация сложнее, потому что инвесторы пока не проработаны финансовые схемы финансирования. Тем не менее, земельные участки у нас определены. Они определены именно как тепличные комплексы. Они служат как раз для того, чтобы то тепло, которое реализует Серенгинск ЦКК, нашло свое продолжение. То есть это такая некая замкнутая схема для того, чтобы Серенгинск ЦКК заработал дополнительные деньги на отопление этих теплиц, а теплицам начать функционировать, зарабатывая деньги для самих себя, как тепличные комплексы. Бизнес-проекты проработаны, но пока вопрос финансирования, к сожалению, пока не решен. И самый главный вопрос, который для меня очень сильно интересует, это возможность строительства индустриального парка. То есть у нас сейчас две заявки на индустриальный парк пойдут. Первый индустриальный парк, ну вообще, как бы, как я называю, нам нужно пройти новую индустриализацию всей нашей республики. Это первое направление, это вот создание индустриального парка у нас здесь, в городе Лаун-Удэ. Основной гидой которого будет, задачей которого будет провести импортозамещение, производство всех деталей, которые потребляет наш авиазавод, перенести к нам сюда, в республику. Именно у нас здесь это производство организовать. И Минпроторг мы нашли вроде понимания и с ассоциацией индустриальных и промышленных парков России. И получили поддержку. И Минпромторг России нас также поддержал. И могу сказать, вот Дмитрий Анатольевич одно из писем, которое Вячеслав Владимирович ему отдавал, было как раз по этому промпарку. Поэтому у нас этот процесс, я думаю, в 2017 году мы начнем подготовку правительственной документации, начнем поиск инвесторов. И в 2018 году мы начнем его реализацию. И вот индустриальный парк, который у поселка Сенингинск будет реализован, в первую очередь он будет нацелен на то, чтобы обеспечить рабочими местами тех людей, которые живут в этом поселке. Это первая задача. И тех инвесторов, которые уже есть готовые инвестиционные проекты в самом поселке. Но самое главное, как только мы сделаем ТОР, территорию ближайшего развития, налоговые льготы там крайне интересные. И уже есть и инвесторы из Китая, из Монголии, и внутри нашей республики, и из России в том числе, которые заинтересованы зайти и получить эти налоговые льготы. Потому что это будет не тривиальная поддержка таких налоговых льгот, но как практически 100% возврата НДС, налог на прибыль практически полностью будет возвращен. То есть такие налоговые льготы, которые очень интересны предпринимателям. И я вижу, что этот спрос, который есть, он сейчас еще не реализован, потому что все ждут решения, когда будет ТОР реализован. Но все вопросы уже задают. И когда мы обсуждаем строительство индустриального парка в поселке Селенгинской, я бы сразу говорю, давайте мы сразу будем нацеливаться. Смотрите, какой интерес есть. Давайте мы хотя бы 30% своими займем, теми, что у нас уже готовы, и тех тоже хотят. А 70% оставим на тех, кто вокруг нас ходит. Потому что я чувствую, что спрос будет очень серьезный и интересный. Александр Евгеньевич, спасибо большое за интересную беседу, за то, что пришли к нам гости и поделились с вами мнением. Пожалуйста, спасибо. Я напоминаю, у нас в гостях был заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Александр Чепек. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин